ВИЖЕН ФИЛМС УБОУНД ФИТ ПРОДАКШИНС ПЕБЛ ХИЛ ФИЛМС ПЕБЛ ХИЛ ФИЛМС совместно с УБОУНД ФИТ ПРОДАКШИНС представляют фильм «Год перемен». Кажется, дела плохи. Бумаги сами заполните? Попытаешь. Доктор Геллер, пожалуйста, срочно пройдите в реанимацию. Доктор Ридер, пожалуйста, наберите 47. Доктор Бендер, пройдите в приемную. Милая Джен, я один. Быстрее! Сижу в больнице с переломанной правой рукой Не таким я видел празднование Нового Года. Ранее тем же днём Салон красоты для всей семьи Я как будто сплю на ходу. Это тебе не поможет. Знаю. Пора идти обратно. Как меня достали эти тётки. Если ты по жизни мышь, то что изменится сегодня? Прическа? Да. Но я парикмахер, не волшебница. Скорее бы поехать к Питу. О, чёрт! Что? Я обещал купить пиво на вечеринку. Будь добр, не забудь. За тобой заехать? Нет. Я зайду домой и посплю часок. Ладно. Увидимся там. И спасибо, ты меня выручил. Брось. Пока, Пэм. Чёртова работа! В фильме снимались Брайан Гринберг Клэр Ван дер Бум Ти Ар Найт Маршал Олман Джейми Гектор Кэт Фостер Наташа Ротвелл Дрю Шугарт И Джейми Чанг Композитор Джефф Тойн Стойте! Я вам помогу. Спасибо. Прошу. Эй! Спасибо. Спасибо. Надеюсь, ты соизволил заполнить автоматы. Ник, на следующей неделе обязательно. Я это уже слышал. Автор сценария Джим Бегарли и Стивен Сьютингер Режиссёр Стивен Сьютингер Привет. Если бы ты знал, что я о тебе думаю, даже вылезти бы не рискнул. Хотел помочь донести сумки, но ладно. Позови Адама. Ты деньги принёс? Занесу на неделе. Ты без них. Прекрасно живёшь. Да, прекрасно. Но ты всё равно принеси. Потерпи неделю. Адам остался ночевать у друга, Мэтью. Стой! Мы хотели поехать с ним за кроссовками. Да, вчера. И кому сейчас сдалась обувь? Я думал, сегодня. Сердце разрывается, когда Адам ждёт тебя у дороги, а ты не приезжаешь. С 11-летним ребёнком так нельзя. Мог и дома подождать. Кажется, вечереет, Оуэн. Тебе не пора на попойку с друзьями? Стой, Синди! О, Питта, вечеринка. Я отвечаю за пиво. Ты не могла бы... У меня есть деньги. Или нет. Возвращайте товар на место. Продавцы не прислуга. Хорошая, значит? Уверяю, тебе понравится. Спасибо, Кенни. Увидимся. Эй! Пока. 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 Оуэн, привет. Они даже по твоим спорным меркам слишком юные. Кто? Кимми и Дон? Они вдвое моложе. И что ты им дал? Вино за два бакса. Да перестань. Новый год. Мы в этом возрасте были такими же. Кстати говоря, ты идёшь сегодня к Питу? Если да, прихватишь пиво? Или как? Нет. Я занят. Когда починят тётину машину? Через два-три дня. И, кстати, она хочет с тобой поговорить. Что, сегодня? Да. Но нет. Моё дело предупредить. Ну, удачи. Мамуль. Ты что, пропустить ужин с тобой? Есть. Тётя Клэр. Так плохо воспитан, что даже не заглянешь. Я просто опаздываю. Простите. Тут суд Мэрилэнда решил выпустить его брата. Виктор выходит. Здорово. Выпустит через пару недель. Просите его встретить? Да. А ещё прошу тебя за ним приглядеть. Зачем? Мы с Виктором не виделись со дня ареста. Быть может, он остановится у тебя. Вы не оставляете мне выбора. Будет с кем поговорить, а то ты один в большом доме. Так, дом как дом. Мы родня. И, к сожалению, многих уже не стало. В нормальных семьях так заведено. Помогать друг другу в трудные времена. Снова бар в гараже? Салют. Какие люди. Где пиво? Тут такое дело... Ладно, бывает. Но ты ведь попросил меня как друга. Ну ты засранец. Я попросил об этом сразу пятерых. И надеялся, что хотя бы один из вас с этим справится. Ещё приезжает моя сестра Милиса из Филадельфии. И надеется развлечься. Ты кандидат номер один. Я устал изменять, Пэм. Что? Ты влюбился в парикмахершу? Нет, но спать с другими прекратил. Нехорошо. Как знаешь. Ты был в Филадельфии? По правде, я никогда не уезжал дальше Мэриланда. Серьёзно? Да. Я всю Европу объездила. Ничего, что я говорю? Да нет. Просто мы мало знакомы, к тому же, мне хочется поболтать. Ладно. Дети есть? Да, сын. Познакомить бы тебя с моей Мэнди. Ей десять. Возможно, ты её развеселишь. Она вечно ворчит. Как-нибудь потом. Вот глупенький. Она уже здесь. Чего? Привет, Оуэн. О, Вера. Не нальёшь мне воды? Да. Мне только что всучили стопку чего-то тёмного и вынудили выпить. Держи. Спасибо. Брось. Ты чего? Где бы ни был мой бывший, вряд ли он, как и я, тревожится в чужой кухне. Вряд ли он так же красив, как ты. Спасибо. Зря я, конечно, так вырядилась, но сегодня я совсем не соображаю. Да. Поверь. Я несколько лет в разводе. Время лечит. Я никогда не жила одна. Перед тем, как мы с Мартином развелись, в моей жизни всегда был кто-то, кому можно было пожелать спокойной ночи. Подожди минуту. Что ты делаешь? Пишу свой номер. Будешь ложиться, пожелай мне спокойной ночи. Спасибо. Не за что. А может, сходим куда-нибудь? Это первое, что нужно сделать после развода. Сходить на свидание с разными парнями и плевать на чужое мнение. О, вон, мне приятно, но я не очень хочу плакаться тебе в жилетку. Твое право. Если что, я рядом. Да. Спасибо. За бумажку с номером? Да, верно. За бумажку с номером. Оуэн, привет. О, Пэм. Выпьем? Я пас. Но там такие классные шоты с манго. Всего один. Звучит заманчиво, но мне достаточно и пива. Ты чего такой скучный? Я пас, правда? Да уж. Джеки, пошел тут? Давай. Только я Линда. Неважно. Милая Джин, почему-то я думал, что, забравшись на крышу, увижу город как на ладони. Оказалось, отсюда видно только крышу дома напротив. Интересно, кто-нибудь заметил, что я ушел? Зря я за ней полез. Десять, девять, восемь, семь, шесть. Джен, знаешь, ведь как говорят, как ты Новый Год встретишь, так его и проведешь. Один. По правде. С Новым Годом! Боюсь, что так я целый год не протяну. Знакомые все лица? Энджи, работаешь в Новый Год? Да. Лишь бы не дома с семьей. Вставай. Значит, летать ты все же не умеешь? Первый блин кома. Полез на крышу бара? Нет. Я был на вечеринке у Пита. А Пит? Все такой же придурок? Еще бы. Я-то думала, ты умнее своих дружков в пивох. Они нормальные. Ты всех считаешь нормальными. Но никто из них не приехал с тобой. А я и не заметил. Ну, возможно, тебе стоит задуматься. Я помогу. Ладно. Спасибо. Вот так. Спасибо. Спасибо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет. Привет. Это твое. Черт. Спасибо. Как дела, Тодд? Да все по-прежнему. Мы гуляли, и я решила зайти к тебе. Как рука? Все еще сломано. Тебе нужна помощь? Нет, я справлюсь. Эй, Пит! Эй! Подъем! Пит! Ты будешь первым, кто напишет... Черт! Вот только посмотрите. Ты, главное, не заводись. Стой! Брось. Пэм, отойди! Потому что сейчас я проломлю ему голову! Уходи! Я тебе не жена. Мы просто травку вместе курим. И все? Да, все. Теперь я с Питом. Разве? Да пошли вы оба. Давай спокойно обо всем поговорим. Да, давай. Ты что творишь? По моим меркам это еще спокойно. Что? Убирайся! Ты что, совсем больной? Псих! Я заслужил. Запрокинь голову. Неплохо он тебя. Нос сломан. Алло. Привет. Оуэн? Кто это? А, это Вера. Я не слишком поздно. Вера? Да. Я не спал. Как ты? Мне немного неловко, но ты сам сказал позвонить. Правда? Да. Точно. Ничего страшного. Говори. Ну, что ж. Спокойной ночи. И тебе. Может, мы с тобой... Алло. Сильно болит? Да нет. Не особо. Немного. Есть в мире постоянство. Синди, не начинай, прошу. Вот. Деньги. А то припомнишь. Я хотела кое-что сказать. Да? Что? Привет. Привет. Готов? Вроде. Солнце, лучше подожди папу в машине. Он сейчас. Так что? Мне предложили работу в Сан-Диего. Ну и Адам поедет со мной. В Сан-Диего? Это далеко. Как мы будем видеться? Вы и так не особо видитесь. А когда получается, ты всё равно пьяный. Мы переедем в конце года. Но предупредить я решила заранее. Ты не можешь просто взять и увезти его. Вообще-то могу. Ты хочешь опять со мной судиться? Думаешь, судья вынесет решение в пользу отца, который вечно пьёт и падает с крыш? Ты ведёшь себя как эгоистка. Теперь ты знаешь, каково мне. Что скажешь? Как подушки под ногами. Это хорошо или плохо? По-моему, круто. Насчёт прошлой недели. Я дни перепутал. Прости. Ничего. Сходим на неделю, стейк поедим? Может быть. В смысле? Ты же обожаешь стейки. Я больше не ем мясо. Тогда можно Клои. Там вкусная курочка. Ты меня не слушаешь. Слушаю? Нет, ты говоришь, что скучаешь, но даже не слушаешь. Я больше не ем мясо. Понял. Чёрт. Прости, отвлёкся. Я не ем мясо. Ну, а пасту? Да, это можно. Тогда поедим пасту. Заедем за дядей Кенни. Почему он говорит с полицейским? Не знаю. Наверняка пустяк. Пока, дядя Кенни. Да. Увидимся, малой. Спасибо за кроссовки. Пожалуйста. Ну, рассказывай, что с рукой? Упал с крыши. Вот алкаш. Молчи. Что хотел полицейский? Ты помнишь ту девчонку? Кимми. Там, в магазине. Ты видел? Да. Похоже, она в коме. Алкогольное отравление. Точно. Я видел её в больнице, когда с крыши свалился. Да? Да. Вот. Родители нашли её без сознания. Вызвали полицию. Ты сказал, что бутылка твоя? Нет. Я думал, это просто вино. Не совсем. Немного крепче. Что? Спирт. Но я ей сказал, что надо смешать с соком или... Совсем крыша поехала? Спирт? Ты сделай одолжение. Обещай мне. Не говорить маме про копа. Город маленький. Если его видели у магазина, она сама обо всём узнает. Обещай. Даю слово. Класс. Она просила меня забрать Виктора из тюрьмы. Поедешь со мной? Нет. Своих забот полно. Чувак. Привет. Ну? Всё взял? Рассудок посеял. Зато меня не нагнули. Вечером в стрип-клуб. Кажется, твоя мама планирует ужин в честь твоего выхода. Забавно. А навестить хоть раз никто не подумал. То есть? Я же приходил. Да. Заполнять автоматы. Чем не везет? И правда. А Кенни будет? Думаю, да. Тогда я занят. Есть другие планы? Да. Я планирую оторваться в компании цыпочек и шампанского. Ничего, потерпишь ещё денёк. Уверен. Виноватым будешь ты. Я переживу. Да. Что-то мне не хочется жить у тебя. Ладно. Скажи, где тебя высадить, мне плевать. Ты кислый, а я не хочу видеть тебя такого каждый день. Я не кислый. Да ну. Я скуп на слова. Вот оно что. Да. Я ищу выражения в словаре. И теперь я в полной заднице. Ведь всё, что мне интересно, связано с компьютерами. А мне пять лет нельзя к ним подходить. Прикинь, как далеко шагнуть технологии через пять лет, Оуэн? Будто смертный приговор. Может, мне всякту вступить? Смотри. В тюрьме бы такую. Надеюсь, движение против неравенства не загнется. Ведь прибыль распределяется только по вертикали, а меня от этого тошнит. Я сам готов ночевать у Белого дома, протестуя. Это мне по душе. Жаль расстраивать, но это движение давно затухло. Да. Ну, найду против чего протестовать. Ты только что вышел из тюрьмы и уже обратно захотел? Нет, ты что. Тюрьма меняет человека. Вижу. Привет. Буду брать. Алло. Это я. Привет. Я... Как дела? Похоже, у меня какие-то проблемы с трубами. Вода ржавая и липкая. Так что... Я поехала купить... Воды и... Теперь вот катаюсь по городу. Где ты? Стою у твоего дома. Я заприметила твою машину и решила остановиться. Это странно? Да, есть немного. О, привет. Что с твоей рукой? Сломал после того, как ты ушла. В драку влез. Слышала, ты любишь драться. От кого? Я поспрашивала про тебя. Не верь всему, что говорят. Почему? Чтобы не разочароваться. А мне кажется, ты хороший. Гнай, спокойной ночи. Спокойной. Так. Осторожно. Пиво, пиво. Ничего. Но уж лучше бы вино. А где вкусное вино... Милая Джен, странно осознавать, что вокруг тебя может быть куча людей, а ты все равно одинок. Меня стало часто мучить это чувство. Будь ты со мной, было бы не так тоскливо. Да. Прозвучало депрессивно. Спасибо, сэр. Хорошего дня. Привет, Вера. Привет. Я с кучей мелочи. Хорошо. Рада помочь. Не спеши радоваться. Вот так и живем. Ты знал, что выпуск одного цента стоит почти два с половиной? Правда? Да. А выпуск пяти больше одиннадцати. Я не знал. Пустая трата денег. Да и стоит ли это мелочь того? Его поймали? Разыскивается Нейтен Дейль. Грабителя. Пока нет. У нас тут не Форт Нокс, сам понимаешь. Если бы я была менеджером, тут установили бы хоть одну работающую камеру. Да, теперь я не волнуюсь о своих деньгах. Не бойся, вклады застрахованы. Менеджер. Почему нет? Через пятнадцать, двадцать лет люди будут говорить, ограбления были до того, как Вера стала менеджером. До того, как она взяла все под контроль. Знаешь Тауэр Окс Лодж? Да. Приходи в пятницу. Восемь. Я не готова к свиданиям. А кто сказал про свидание? Я не говорил. Просто ужин. Там много людей, не волнуйся. Ну, не знаю. Где ты была в ту пятницу? Вот именно. Брось. Просто ужин. Привет. Мама сказала, не съешь овощи, затолкаем через уши. Не знаю, усвоятся ли витамины, но я за. Она всегда так в детстве говорила. Выглядишь, будто неделю не ел. Я ем. Так, Виктор живет у тебя? Да, пока что у меня. Чего сам в магазин не сходишь? Мне лучше не светиться. Люди будут пялиться. Да. Тетя Клэр сказала, в чем тебя обвиняют. Да. И? Что? Что? Я дал ей алкоголь, Оуэн. Я ее пальцем не трогал. Ее там даже не было. Черт. Я услышал. В таком случае нам нужен адвокат. И срочно. Нет. Все решат, что я виноват. А прятаться здесь нормально? Как думаешь, сможешь? Быть тренером? Не знаю. Его помощником. Папа Мэтта тренер, папа Джека ведет счет. Ты мог бы помогать на тренировках. Ездить никуда не надо. Мама говорит, ты слишком занят. Не знаю. Быть тренером как-то… Не понял. Я согласен. Согласен? Правда? Да. А что? Привет. Это мой сын, Адам. Вот ты с кем. Теперь я тренер по бейсболу. Какой ты молодец. И правда. Пап, ты дал обещание, придется его выполнять. Не переживай. Если я скажу лиге, а ты не… Адам, перестань. А то я передумаю. На какой позиции играешь? Третья база. Прямо как мой брат. Достанешь мне пару билетов со скидкой? Они бесплатные. Я приду сразу на два матча. Мы думаем взять десерт. Присядешь? Да. Отличная идея. Вкусно пахнешь. Правда? Адам, иди. Проверь. Нет, не утруждайся. Давай. Действительно вкусно. Спасибо. Что это? Это мыло. И шампунь. И еще немного духов. По чизкейку? Да. Ты как? За. Официант! Эй, подъем. Вставай. Уже утро. Мне на работу. Ты со мной? У меня есть выбор? Вряд ли. Я вчера ездил за город проведать Кенни. Не уверен, что хочу болтать о нем с утра пораньше. Вонь, как на пивоварне. Миссия выполнена. Ты предвестник кариеса. Я снабжаю владельцев автоматов едой. А стоматологов работай. Как и ты, стриптизерш и психологов. Говорят, это одно и то же. Знаешь, что было бы иронично? Что? Если бы тебе оплачивали стоматологию. В чем суть моей работы? Ну? В работе. Запасы пополнены. Едем. Вообще-то, мог бы помочь. Куда мне? Слишком большая ответственность. Тележка. Понял. Уже. Красотка. Будет вонять. Ну, хочется. Сколько за те? Вик, подай чипсы. Держи. Бесплатно. Спасибо. Брось. Помню, как ты давала мне списать на химию. Мы сидели отдельно. Скажи, ты раньше, я бы не был так любезен. Извини. Я что, так плохо пошутил? Прости, Оуэн. Я уже несколько недель плохо сплю. У отца запой? Да. Может, пара найти жилье и съехать? Да. Куда я пойду? С кем будет тот? Да. Вик, не хочешь работать? Иди, я сам. Зануда. Он хотя бы не сидел. Милая Джен, я стараюсь, но Адаму я не по нраву. Пап. Да? Да ничего, забудь. Я же говорю, терпеть не может. Пап. Слушаю. Ты не знаешь. Говори. Джимми Чин, мой одноклассник, сказал, что в Сан-Диего водятся акулы. Это правда? Не знаю, а что? Мама обещала обучить серфингу, но из-за этого мне страшно. Акулы в Сан-Диего не нападают на людей. Не дай страху неизвестности взять над собой верх. Милая Джен, я ошибался. Умеешь серфить? Я? Нет. Почему? Акул боюсь. Пап! Правда? Как же. Так значит, ты всё придумал. Ладно, поймала. Кстати говоря, как рука? С ней дела лучше, чем с ногами. Брось, ты превосходно танцуешь. А ты искусно врёшь. Слушай, я оставлю машину здесь, если ты подбросишь. Тот последний бокал был лишним. Вот как? А по тебе так сразу не скажешь. А теперь? Так? Я пытаюсь затащить тебя к себе и не показаться при этом слишком открытой. Так. И что мы будем делать? Я отведу тебя в спальню. Да? Что будет потом? Увижу тебя, в чём мать родила. Начало уже хорошее. А потом я тебя свяжу. Чудно. Руки к кровати. С тобой не соскучишься. Затем я заставлю тебя смотреть неразгаданные тайны. Серию за серией. Тогда едешь на такси. Это славное шоу. Моя идея лучше. Тебе понравится. Всё-таки такси. Чёрт. Что? Мартин пришёл. Да ну. И идёт к нам. Только не бей его. Просто поговорим. Мартин. Привет, Олли. Стой! Клиния к моей жене поднимаешь, урод. Иди! А я что, не прав? Выметайся отсюда! Адрес 1-4-8-8-3-Lane. Странно, что ты помнишь. Страховка. А, сейчас. Держи. 7-4-0. Семейное положение. Разведён. Скоро и мне придётся рассказывать о неудачном браке во всех анкетах. Это ещё что. Сначала друзья решат, с кем из вас им общаться. Почти все они друзья Мартина по колледжу. Мне не жаль. Лицо для связи. Ставь прочерк. Вера Роджерс. Мне жаль. Еронда. Правда. Надеюсь, больше из-за тебя меня бить не будет. Но, обещать я не берусь. Почему я вечно что-то с тобой таскаю? Не знаю. Спроси у своего психолога. Так. Поставим вот сюда. У стены. Здесь. Отлично. И дверь рядом. Раз ты влюбился, почему не предложишь переехать к тебе? Она не жила одна и не хочет торопиться. Меня всё устраивает. И я не влюбился. Да, рассказывай. Рассказывай. Не знаю, не знаю. Ладно. Хорошо. Тогда так. Допустим, ты не влюбился. Как скажешь. Но мы что, тащили эту штуковину, чтобы другие парни пили воду после секса с твоей девчонкой? Нет. Всё не так. Но спасибо, подбодрил. Говорю как есть. Слушай, Вера не познакомит меня с кем-нибудь из банка? Нет. Это исключено. Я слишком хорош? Бывший зэк и кассирша? Ты достоин большего. Спасибо за поддержку, Оуэн. Обращайся. Я за водой. Ну, чтобы всем парням хватило. Уверен, будет толпа. Я принесу побольше. А ты мастер. Да, мы с папой приходили сюда каждую весну. Неужели ты, правда, ни разу не ловил крабов? Мы вообще-то живём в Мэриленде. Я их ем, а не ловлю. Я не бывал здесь с детства. Всё та же красота. Сюда ехать всего час. Выбирайся почаще. Что видишь? У тебя долгая жизнь. И много любовниц. А число? 71. Это возраст или количество? Ой, так, один есть. Я держу. Главное, не спешить. Держу. Тащи. Тащи. Ого! Обалдеть! Ты гляди. Нет. Ты чего? Он маленький. Это же наш обед. Маленький ещё. Придём и поймаем его через пару месяцев. Он уже созрел. Зачем свидание, если переезжаешь в Калифорнию? Это деловая встреча. Правда? От меня так не кажется. Оуэн, пора бы взяться за ум. К счастью для нас обоих, теперь это не твоё дело. Я так не считаю. Подумай об Адаме. Начни вести себя как отец. Прояви интерес к жизни своего сына. К чему эти претензии? Я сегодня с ним сижу. Только ты не сиделка, а отец. А ещё я обещал помочь его команде. Пока что ты всего лишь обещал, а не помог. Я купил ему кроссы. Браво! Как насчёт перестать пить каждый вечер? Уже. Ходи в бар один, два раза в неделю, но не каждый же день. Я не пью уже пару месяцев. Правда? Да. Серьёзно? Ну что, как у Виктора дела? Слышал, он помогает тебе с работой. Да. Ещё как. Интересно. Он вообще собирается хоть раз прийти к матери? Вы так ни разу и не виделись? Нет. А ещё мы его Кенни обвиняют в домогательстве к той девушке. Да, это мне известно. Боюсь, всё кончится судебным разбирательством. Мне пришлось заложить дом. Что? Они боятся, что он сбежит, представляешь? Куда ему бежать? Вчера я беседовала с адвокатом. Хотела подать встречный иск, но адвокат сказал, что мне не стоит распыляться. Наверное, так будет лучше. Может, мне имеет смысл уехать? Не говори чепухи. По-моему, мне лучше пожить за городом. Боже. Один вышел, другой вот-вот сядет. Привет, Оуэн. Пэм. Насчёт того дня. Брось, Пэм. Всё это в прошлом. Время бежит. Кто тебя стрижёт? Хожу в другой салон. Я как раз свободна. Могу подстричь. Пэм, давай без этого. У нас с тобой были нездоровые отношения. Не забудь газировку без сахара. Сделаем. Я пью её как воду. Знаю. Только я это образно. Я ненавижу воду. И её мерзкий вкус. У воды нет вкуса. Это и бесит. Впрочем, газировка без сахара не лучше. Правда? Да. Один плюс. Мало калорий. У неё жуткое послевкусие. Будто кошки в рот нагадили. Вы за стрижкой? Нет. Да. Виктор, помоги мне, пожалуйста. Вообще-то, у меня волосы отросли. Живо. Живо. Извините. В другой раз. Буду ждать. До встречи. Что у вас случилось? Ссора в Новый год? Да. Расстались. Плохо. Ты не почувствовал напряжение? Напряжения нет. Зато заметил, как ты обломал мне малину. Мне до неё нет дела. Правда? Она была готова. Только ты в очередной раз всё мне испортил. Это я испортил? Да. Зачем болтать, что я не был в настоящей тюрьме? Так и есть. Имидж страдает. Ты не был в настоящей тюрьме. Ты компьютерный хакер. Вот скажи, как бы ты себя чувствовал, говоря всем, что работаю на Оуэна, но его работа чушь. Он лишь наполняет автоматы. Но ты не работаешь. Ключи не забыл? От автоматов. Да. Всё с собой. Даже эти? Видишь? Ты относишься ко мне, как к ребёнку. Ты себя так ведёшь. Навести мать. Что за дела? Давай не будем об этом. Знаю, знаю. Уже заканчиваю. Я серьёзно, Уэн. Не забудь. Он ждёт тебя. Даже надел новую кепку. Да, я буду. Можешь не бояться. Я на тебя рассчитываю. О! Привет, Вера. Не ожидал тебя встретить. Ну, здравствуй, Оуэн. Оуэн, это Тим. Тим, Оуэн, в общем. Привет. Привет. Вы Тим Ким? Всё верно. Вы занимаетесь недвижимостью. Видел ваше лицо на автобусах. Реклама работает. Ещё как. Что ж, Оуэн, пришли кегли позбивать? Да, это моё хобби. А я вот здесь в первый раз. Но ты не думай, Вера. Шары здесь небольшие, но вы привыкнете. Согласись, Вера? Да. Пара бросков и уже привык. Я в боулинге новичок. Ладно. Но не буду вам мешать. Что ж, вперёд. Ничего, Тим Ким. Это только начало, а дальше будет страйк. Или нет. Ничего. В следующий раз у тебя получится. Дерзай. Страшно мне, Вера. Я сто лет не играл. Может быть, мне не стоит так торопиться. Понимаешь? Всё сказал. Чёрт. Ничего, милая. Какая досада. Оуэн? Оуэн. Отличная техника. Это везение, Тим Ким. Не грусти. А что, славный? Парень прекрасный. Прекрасный, да. Иначе не скажешь «прекрасный парень». Ты мне таким не нравишься. А мне не нравится, что моя девушка шляется с другим. Шляется? Да. Ого. Знаешь, на кого ты похож? Ну? На Мартина. А он лучше, чем я думал. А я думала, что ты лучше. Стой. Мне казалось, ты понял. Не лезь. Нет, хватит. Я не ищу серьёзных отношений. Заметно. Вера. Вера. Спасибо. Подсобил. Напряжение растёт. Внимание, подача. Игрок бежит в третьей базе. Защитник успел. Ответственный момент. И мяч на первой базе. Привет, чемпион. Запрыгивай скорее, ещё успеем до конца. Давай. Ты что, пил? Тебе нельзя за руль. Не волнуйся. Прости, приятель. Я встретил Веру. Мы расстались. Я забыл про время. Она мне нравилась. Да. Мне тоже. Эй! Эй! Адам! Адам! Ну, прости! Ну, прости! Мистер Уиллер. Привет, Тод. Оуэн. Дверь открыта. Всё хорошо? Да, наверное. Помощь нужна? Нет. Спасибо. Ну, ладно. Оуэн. Да. Можешь подойти, если ты не спешишь? Да, конечно. О, боже. Мистер Уиллер. Не утруждайся, если только ты не любишь трогать мёртвых. Что случилось? Он упал, посмотрел вокруг, очень испуганно. Потом крикнул «Ах так, чёрт с вами!» и умер. Кому он это говорил? Точно не тебе? Нет. Раньше, может быть, но не сейчас. Он будто обращался к тому, кто явно не из этого мира. Видно, и нас это ждёт. Позвоню Энджи. Нет, нет, прошу, пожалуйста, не надо. Давай немного посидим молча. Да. Да. Конечно. Ну, как ты? Держусь. Точно? Тот, кого похоронили, не был моим отцом. О чём ты? Мать сбежала, когда он начал пить. Сразу после этого он бросил. Лет 12 вообще не пил. Почему снова начал? Потерял свою маму. Казалось, что тогда вместе с ней что-то безвозвратно ушло. Он уже не был прежним. Мы жертвовали всем, чтобы как-то его поддержать. Потом Тот попал в аварию. В тот вечер я подошла к нему в баре, а он меня даже не узнал. Будто меня там не было. Тогда он для меня и умер. Просто похоронить смогли только сейчас. Теперь не знаю, что делать с дому. Вы не останетесь? Лучше продать. А Тоту найти подходящее учреждение. Что? Да. Может, вам переехать ко мне? Нельзя оставлять Тоту в больнице. Это ужасно. О, Эн, спасибо тебе. Но Тот не растение, которое нужно поливать. Для того, чтобы ты смог ухаживать за ним, необходимо окончить специальные курсы. Понимаешь? Не проблема. Запишусь на курсы. Я серьезно. Пусть живет в спальне на первом этаже. Ты в комнате родителей. Мама была бы только рада. Я сделаю пандус. И решу, как буду завозить коляску. И все ради нас. Да. Твой дом превращается в приют для бездомных. Я так устал жить один. Милая Джен, помнишь, в тот день рождения я нашел в холодильнике торт и съел половину, не дождавшись поздравлений? Ижбон достался только мне. А потом меня весь день тошнило. И праздник пришлось отменить. Что у меня за способность вечно все портить? Привет, Оуэн. Мартин? Ты прости, что ударил. Я был пьян. Проехали. Класс. Вы с Верой еще... Нет. Водка? Да. Давно ее не видел. Это, конечно, не мое дело, но... Верно, не твое. Работа не ждет. Эй, не отворачивайся, когда я с тобой разговариваю. Или тебе снова врезать? Эй, ты оклох? Смотровая. Прошу, скажи, что мне все это снится. Правую сломаю я. Говорят, Макс уходит со службы. Не знал. Мы устраиваем вечеринку. Он будет рад тебя видеть. Да, я не смогу. Я не сказал, когда она. Ты еще долго будешь обижаться? Ты спал с моей девушкой. А ты с моей сестрой. Это разные вещи. А когда я упал, никто из вас не съездил со мной к врачу. Да. Но веселье грех пропускать. Пит. Бро, я не видел Пэм в лет сто. И зачем тебя понесло на крышу? Повезло, что сломал только руку, а не... Короче, легко оделся. Это кто? Брат Энджел, Тодд. Тодд Уильдер? Да. Черт, Тодд! Я тебя не узнал. А говорили, ты разбился на мотоцикле. Я правда попал в аварию. И умер тоже. Ты, похоже, похудел килограммов, и так на 30. Нам, мертвецам, плевать на вес. Как ты понимаешь, нас в целом мало что волнует. Почему он говорит, что умер? А что, Пит, спросить не можешь? Господи. В школе я так его боялся. Ты нередко отбирал у меня деньги на обед. Они как раз лежат в заднем кармане. Хочешь, достану? У меня неконтролируемые спазмы. А так, ниже шеи я неподвижен. Что это, если не смерть? Но голова-то работает. Ты читал Библию, Пит? Слышал о ней? Бог решил, что мне суждено гореть в аду. Но перед этим я должен прожить ад на земле. В этой коляске. Так целую вечность. Даже не знаю, как его отблагодарить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Не спим, не спим. Мы должны быть готовы. Давайте. Вперед, вперед. Видите защитника? Тогда что стоим? Так. Ты на первую. Сделаем аут. Вперед. Адам. Подойди. Что с тобой сегодня такое? Там новая защитница. Вкусно пахнет. Понятно. Тогда беги назад. Так. Отрабатываем рандауны. Ты на второй. Встань ближе к третей. Поехали. Отлично. Молодцы. Привет. Ты классно. Что ты здесь делаешь? Я нашёл краба, которого ты выпустила, а заодно его дружков в супермаркете. Поужинаем? Сейчас не лучшее время. Обожаю крабов. Вы снова вместе? Нет, что ты, просто… Мы опаздываем. Нам пора. Извините. Нет. Я быстро. Оуэн, ты не так… Я не задержу. Стой. Ты не так понял. Да, я-то недопонял? Да. Что ты делаешь? Выгружаю воду. Ладно. Жажда замучила? Да, жутко. Ты заведи машину. Пожалуйста. Что происходит? Я не дам ему пить мою воду после секса с тобой. Что? Ты прости, но я не сплю с Мартином. Что? У его бабушки юбилей, а мы ладим. Я еду её поздравить. Мы не сходились. Чёрт. Ты всё уронил. Прости. Ладно. Выходит, я всё такой же идиот. Тут не поспорю. Честно, Вера, я не намерен. Ты не ищешь отношений. Тебе нужно время. Но дай мне шанс. Адам от тебя в восторге. Он видит с тобой, я меняюсь. Нам обоим это нравится. Я не хожу на свидание. Я одна уже пару месяцев. И меня всё устраивает. Но и с тобой быть нравится. И это пугает. Да, меня тоже. Мы едем? Да. Прости. Мне пора. Зря я вообще. Нет. Прошу тебя, останься. Ловить не умеешь, но, может, приготовишь? Я вернусь через час. Да? Да. Да. Вы что, серьёзно? Да. Идём. Не драматизируй. Я буду ждать. Вот блин. Ну, откроешься, как поутихнет. Зачем? Вдруг придёт ещё один меткий подросток. Да и заказывали чаще в интернете. Интернет – тоже вариант. Мне нравилось приходить сюда. Будто я часть чего-то большего. Стой, ты это… Не надрывайся. Возьми тележку. Поверь мне, тебе понравится. Такой кислый. Ну и морда. Адам, ты здесь откуда? Мама тут недалеко, а я зашёл к дяде Кенни. Иди помоги маме. Он не мешает. Кенни, тут повсюду стекло, а у нас ещё куча дел. Надо работать. Эй, хочешь с нами на рыбалку? Можно, пап? Обещаю. Нет, Адам, всё. Нужно помочь маме. Идём. Ну же. Увидимся, дядя Кенни. А как же. Милая Джен, я всегда равнялся на Кенни. Он хорошо учился, открыл своё дело. И всегда двигался в правильном направлении. А теперь... Всё иначе. И... Ничего не изменишь. Так? Боже, как мне хочется выпить. Я подумал, как заявлюсь в Сан-Диего с доской в одной руке и коктейлем в другой. Ты представляешь выражение лица Синди? Кенни? Кенни? Что? А, да. Точно. О чём задумался? Сам не знаю. Не знаю. Слушай. Не хочу, чтобы ты был на суде, если до него дойдёт. Что сказал адвокат? Сначала говорил... Они проиграют, а теперь уговаривает на сделку. А что тётя Клэр? Она... Знать меня не хочет. Лена, что за чушь? Она мне не верит. И ты не веришь. Тогда меня бы здесь не было. Ты увёл от меня Адама. Будто я бы его съел. Я его увёл, потому что обещал Синди дождаться завершения истории. А я откуда знал? Стоило мне сказать. Да, ты прав, стоило. У меня... никого не осталось. Меня сторонится даже собственный брат. Всё наладится. Знаешь, ты не скуп на слова. Это не то. Чего? Ты, скорее, сварливый. Уж прости. Кто-то полистал словарь. И знаешь, в чём твоя проблема? Будь добр, Виктор. Просвети. Ты нелюбопытный. Отвечаешь, если спрашивают, но не спрашиваешь в ответ. О чём тебя спросить? Какие планы на будущее? Верю ли я в Бога? Что мне нравится, что нет? Что? Ладно, допустим. Ты знал, что я не люблю левшей? Зачем мне знать это? Я был левшой. Без обид. А ещё я не выношу людей с ярко-рыжими волосами. Любого пола. Придурок. Я же рыжий. Твои не рыжие, а каштановые. Расслабься. Стой. Говоря, что я не задаю вопросов, ты имеешь в виду именно тебе или всем без исключения? Я продемонстрировал общую тенденцию и личным примером. Ну да ладно. Тодду я вопросов не задаю, но он не хнычит. Приятель, ты коней-то придержи. Во-первых, я не хнычу. Во-вторых, не втягивай Тодда. Хочешь, я задам тебе вопрос? Да. Ладно. Твоего брата будут судить. Ты придешь со мной его поддержать? Еще вопрос. Почему ты ни разу не навестил мать после тюрьмы? Я просил не начинать. Не хочешь об этом говорить? Ну, конечно. Зато ты хочешь рассказать мне, что тебе нравится, а что нет, будто мы девочки-подростки. Я задал простой вопрос. Почему ты отвернулся от родного брата? А тебе нечего ответить. Ты видишь? То-то же. Тодд, хочешь в туалет? Я тебя отвезу. Оуэн, Тодду надо в туалет. Поможешь? Что? Говорю же, Тодду нужно в туалет. Он не ходит в туалет. Нам нужно переговорить. Шевелись. Что? Стоило сказать раньше. Вы с Кенни были не разлей вода. В чем дело? Наш золотой мальчик не первый раз такое вытворил. Ты сейчас о чем? Кэрри Мейнард. Летний лагерь. Я еще десятиклассник. Мы были вожатыми. Кенни был в двенадцатом. А Кэрри только в восьмом Оуэн. В восьмом ей было четырнадцать. Он легко отделался. Ведь ей никто не поверил. Но я знаю. Но я был не в курсе. Боже мой, Оуэн. Думаешь, дашь ему второй шанс и он исправится? Купишь газировки, поговоришь по душам и он снова белый и пушистый? Пора бы понять. Есть люди, у которых проблемы с головой. И мой брат точно один из них. Давайте вернемся к работе. Ты не слушаешь, Оуэн. Замолчи и вслушайся. Оуэн, я видел, как он смотрит на молодых девочек. Будь ты отцом Кими или Кэрри, представь, если бы это сделали с Адамом. Если это правда, ты знаешь, что делать. Субтитры создавал DimaTorzok, мне лучше пойти одному. С чего это? Не знаю. Так будет правильнее. Субтитры создавал DimaTorzok, я не знаю. Субтитры создавал DimaTorzok, ДимаTorzok, что такое? Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok, я не знаю. Субтитры создавал DimaTorzok, ДимаTorzok. Верно. Уже взрослый. Я всё время думаю, что со мной будет, если его изнасилуют. Не представляю, что чувствует отец Кими. Думать страшно. Прошу тебя. Ты же единственный, кто мне верит. Это сделал ты? Повторять не буду. Кенни? Это ты её изнасиловал? Нет. Лучше признайся, живо. Вик, пожалуйста, вернись в машину. Да ладно. Ничего. А он тут зачем? Я рассказал ему о Кэрри Мэйнард. О ком? Виктор, прошу. Я сам. Ладно? Иди в машину. Нет, нет, нет. Ты подожди немного. Уверен. Кенни вспомнит. Ты гнусный лжец. Он врёт. Я её и пальцем не тронул. Так это… Я гнусный лжец. А, Кенни? Откуда это? Это? Да. Так это Кенни. Он прячет его в шкафу. Об этом я тоже вру. Иногда человеку нужно помочь признаться в педофилии. Эй! А ну отвали! Слезь с меня! Убери свои руки! Всё! Слезь с меня! Придурок! Что в тебя? Признавайся. Ну же, Кенни. Скажи Оуэну, что ты сделал. Говори. Пошёл ты. Подожди, Оуэн. Ему кажется, что девчонки с ним флиртуют. Он пробует подкатить, но они-то не ожидают. Вернись в машину! Пожалуйста! Он ненормальный. Псих больной, слышишь? Это насилие. Ты насильник! Нет. Не смей это так называть. Она меня любит. Не называй это так. Я не знаю. Почему? Почему всё происходит? Мне… Оуэн, мне нужно её увидеть. Мне необходимо с ней поговорить. Это её родители. Всё это из её родителей. Она не такая. Она меня любит. Ей пятнадцать. Я же говорил. Ты считаешь это нормальным? Ты меня осуждаешь? Ты теперь сама нравственность. Потому что вдруг стал крутым отцом. Сколько ты продержишься, прежде чем возьмёшься за бутылку? Лучше придержи язык. Не то что ударишь. Ударишь? Так бей. Ты не изменился. Только делаешь вид. Так же, как делаешь вид, что люди в твоём доме – твоя семья. Они – твоя новая семья, Оуэн. Толстая баба, инвалид и этот урод? Они – никто. Я – твоя семья. Ты, значит… Да. Ты не знаешь, что это. Я верил тебе. Защищал тебя! Да прекрати. Ты жалел меня. К чёрту твою жалость. Валяй. Делай вид, что ты не такой, как я. Только вот мы с тобой одной крови. Я не такой. Оуэн, подожди. Кенни! Прошу, прости. Только не уходи. Я безумно скучаю по ней. Прекрати! Мне надо её увидеть. Нет! Стой! Не уходи! Прошу! Отцепись! Умоляю, Оуэн! Не вынуждай! Нет, Оуэн, не уходи! Прошу! Отцепись! Умоляю, Оуэн! 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 Я не хотел, чтобы так вышло. Оуэн! Прошу! Оуэн! Оуэн! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Держитесь? Да. Пап. Да. Помнишь, на днях я зашёл в магазин дяди Кенни? Да. Тогда я взял несколько леденцов без спроса. Может, он узнал и расстроился? Может, поэтому… Нет. Что ты? Дядя Кенни с радостью бы их отдал. Тогда зачем он это сделал? Адам, он… Иногда люди могут быть очень несчастны. Словно у них внутри такая боль, что они и не надеются на счастье. И единственным спасением от боли им видится уход из жизни. Боюсь, таким был дядя Кенни. К сожалению, никто не смог помочь ему облегчить эту боль. Нет виновных в случившемся… Никто не виноват. Тем более ты, ясно? Ясно. Иногда ты тоже кажешься несчастным. Да. Знаю, что так может показаться. Но я не поступлю, как дядя Кенни. Я тебя никогда не брошу, потому что люблю. И я тебя, пап. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Милая Джен, мама обожала осень, когда дует ветер, а кроны деревьев меняют свой цвет. Лично я думал, что листья умирают, а мама, что они похожи на пламя. И знаешь, она права. Адам! Привет! Привет, пап. Ну, как ты? Хорошо, а ты? Здорово. Синди. Привет. Что скажешь? По жвачке? Давай. Или сразу все? Что? С днем рождения. Они все мои? Да. Это же лучше, чем кроссовки, из которых вырастешь через пару месяцев. Спасибо, пап. Брось. Так, вставляешь ключ сюда и засыпаешь жвачки. Ну, а сзади вот здесь лежат деньги. Три доллара и двадцать центов. Это тоже мое. Конечно. Я ведь тебе денег не даю. Вот и подумал, чем не способ подзаработать до переезда. Хочешь жвачку? Нет, ну, спасибо. Ступай внутрь. Выбери, что хочешь, а мы скоро. Спасибо, пап. Пожалуйста. Ты не против? Вовсе нет. Пускай он учится быть ответственным. Но, когда вы уедете, я его заберу. Чудный подарок, правда. Синди, может, вы останетесь? Знаю, я ошибался. Но это в прошлом. Я знаю его. Слышу, понимаешь? Никак раньше. И что он говорит? Ему нужен отец. Еще кто поможет сбрить дурацкие усы? Ты? Полагаю, что пришлось бы, да. Синди, он мне нужен. Правда. Я решила остаться. Серьезно? Да. Я не могу так поступить. Ни с сыном, ни с тобой. Спасибо. К тому же, говорят, в Сан-Диего землетрясение и полно акул. Еще не хватало. Перекусим? Да. Идем. Я оплачу. Да ладно. Да. Славно? Если примут монетки. О чем думаешь? Да так. У тебя иногда такой отрешенный взгляд. Расскажешь? Обещай не смеяться. Ладно. У меня была сестра-близнец, Дженнифер. Спустя шесть часов после рождения она умерла. Какой ужас. У меня есть дневник. Да? Мы были бы рядом всю жизнь. И есть рядом, но я здесь, а она там. Я ничего не пишу, только говорю. Ее я не слышу. И говорю не каждый день. Это как молитва. Да. Только я ни о чем не прошу. Думаешь, она тебя слышит? Да. Ты, наверное, считаешь, что я сумасшедший, да? У Эллиса тоже близнец умер, так что... В этом мы с ним похожи. Ты никому об этом не говорил? Разве что другим сотрудницам банка. Джен, помнишь, ты обещала наслать на кого-нибудь молнию. Пора... Ты же сказал, она не отвечает. Чтобы не попасть в дурдом. С этим ты опоздал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Милая Джен, мне кажется, что именно ты помогла мне обрести эту семью. Ты мог бы помочь. Слишком большая ответственность. Без обид, Джен, но я ненавидел сюда приходить. Почему почти вся моя семья ушла так рано? Впрочем, для этого и нужны кладбища. Чтобы мы ценили эту жизнь. Боюсь, что в этом году я буду реже писать тебе, Джен. Я докажу вере, Адаму и остальным, что всегда рядом. С ними я должен делиться мыслями и мечтами. А, вот ты где. Идем, пап, а то пропустишь. Я сейчас, сынок. Десять. Ты как? Девять. Говорят, как встретишь Новый год, так потом его и проведешь. Да. Джен, надеюсь, так все и будет. Один. С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом! Фильм, переведенный и озвучен специально по заказу Creative Arts Media. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова